Семинар Установка счетчиков аналитики на сайтах. Конкретно в нашем сегодняшнем занятии я покажу, как устанавливать код счетчика аналитики на примере сайтов на WordPress. Цель семинара у нас довольно тривиальна. Очень многие слушатели, которые приходят к нам на курсы аналитики, бывает не имеют установленных счетчиков, не имеют собранной статистики какой-то по их аккаунтам. И в результате для них не так эффективно могут проходить занятия, как для тех, у кого эти данные уже есть. Поэтому часто задаваемый вопрос, как правильно, корректно установить счетчики на конкретную CMS, у нас нередки в начале занятий по аналитике. Для того, чтобы дать нашим слушателям возможность подготовиться заранее, а в недалеком, в скором будущем у нас курс по аналитике будет. В программе он стоит на 20 ноября, вот я вижу по расписанию. И поэтому я надеюсь, что в этом смысле наш сегодняшний семинар может быть станет полезен кому-то, особенно тем, кто собирается серьезно заняться вопросом изучения аналитики. Представлюсь, собственно, страница моя на сайте специалиста, она с самого начала на экране. Меня зовут Яков Михайлович, я являюсь внештатным преподавателем центра специалиста, преподаю я здесь больше 4 лет. И веду около 6 или 8 уже курсов, сейчас трудно даже уже посчитать. Основные курсы мои это аналитика, SEO, контекстная реклама, как в Яндексе, так и в Гугле. Это проектное управление в области agile методологии и ряд некоторых других еще курсов, таких как администрирование битрикса, например, и так далее. В нашем цикле семинаров уже был один из похожих семинаров. Найти видео этого семинара можно вот так, как я сейчас показал, в разделе видео у соответствующего преподавателя, то есть у меня. Этот семинар назывался «Аналитика интернет-проектов». В этом семинаре мы рассматривали правильный подход при установке счетчиков на сайте, на базе 1С Битрикс. Но поскольку Битрикс хоть и самая популярная коммерческая CMS у нас сейчас, тем не менее WordPress все-таки является лидером, мы решили заполнить и этот пробел. Для того, чтобы у нас цикл этих видео продолжился, сегодня мы будем говорить о WordPress. Итак, мы стартуем нашу основную тему. Кратко очень хотелось бы сказать о системах аналитики. И непосредственно на наших курсах, на занятиях по аналитике, курс этот называется «Профессиональная аналитика», если мне не изменяет память, сейчас точно я найду его название, «Google Universal Analytics и Яндекс.Метрика». Именно эти два основных инструмента у нас рассматриваются в этом курсе. Я постараюсь сейчас сделать акцент на Google Аналитике. У меня уже есть мой аккаунт, из которого я буду использовать данные сейчас для демонстрации. Ситуацию с Яндекс.Метрикой я тоже постараюсь показать, поскольку у меня счетчик этот уже установлен, я покажу его на примере. Думаю, что с Яндекс.Метрикой ситуация еще более простая. Если человек осваивает работу с Google Аналитиксом, то с Яндекс.Метрика ему, как правило, уже знакомство проходит у него проще и быстрее. Поэтому отталкиваться я буду от основного инструмента аналитики, который сейчас вообще в целом наиболее популярен в интернете. Не только в Рунете, но и в западном интернете. Google Аналитикс благодаря бесплатности и очень мощным инструментам аналитики давно завоевал лидерские позиции. Хотя у него, конечно же, есть конкуренты. И Google Аналитика тоже не всегда платная. У нее есть и платная версия, так же, как и у конкурентов. Тем не менее, это все-таки один из реально самых популярных инструментов. Будем отталкиваться от него. Итак, первое, что необходимо человеку, который собирается начать использовать анализ своей аудитории, своего трафика, каналов, источников переходов, эффективности рекламных кампаний, эффективности работы в социальных сетях и так далее, это создать аккаунт в самой Google Аналитике. Аккаунт создается довольно просто. Для этого достаточно зайти на сайт analytics.google.com и, соответственно, вот этот адрес. И, соответственно, завести там учетную запись. То сразу после создания аккаунта нам необходим раздел администрирования. После того, как у вас появился уже заполненный, созданный аккаунт, ресурс в вашего сайта, нам необходимо получить код отслеживания. Код отслеживания всегда находится в разделе ресурс, раздел подраздел код отслеживания, вкладочка код отслеживания, ссылочка. Каждый счетчик получает некий уникальный идентификатор отслеживания, который отображается вверху. И этот же идентификатор в обязательном порядке встречается внутри самого кода счетчика. Счетчик аналитики Google – это JavaScript код. Нам не обязательно быть специалистами в области JavaScript. Достаточно просто соблюдать основные принципы размещения JavaScript кода. И понимать, как работает по сути дела сам по себе JavaScript. JavaScript – это клиентское приложение фактически. Программа клиентская. Клиентская означает, что эта программа будет исполняться непосредственно в браузере пользователя. То есть не на сервере, где располагаются ваши файлы, а именно в браузере пользователя. Сам этот код формируется автоматически. Нам вручную ничего с ним делать не нужно. Если, конечно, мы не собираемся какие-то дополнительные вносить в него изменения. Об этом мы более подробно говорим уже непосредственно на курсе аналитики. Но в целом можно использовать тот код, который нам сгенерировался уже без каких-то дополнений. Он будет вполне работоспособным. И установка его позволит начать собирать нам первичные данные. В любом случае с этими данными придется выполнять много действий по их фильтрации, по обработке, по отсеиванию ненужного, неверного, собственного трафика, ну и разных других вещей, о которых, опять же, мы говорим подробно на самом курсе. Итак, получив код аналитики, я копирую его содержимое и для его временного хранения можно использовать какой-нибудь текстовый редактор. Ну, например, Atom или, в конце концов, Notepad++ или просто блокнот. Теперь, на этом, собственно говоря, работа с самим аккаунтом аналитики для меня сейчас пока завершена. Все, что от меня требуется, это разместить полученный код отслеживания на своем сайте. Как я уже говорил, я буду рассматривать сегодня работу с WordPress. Перед нами один из сайтов, который я администрирую. Этот сайт работает на последней версии WordPress, и я хотел бы для непосредственно этого сайта установить отслеживание с помощью инструмента Google Аналитики, но и совершенно аналогичным образом для Яндекс.Метрики. Поскольку код Яндекс.Метрики, по сути дела, является таким же кодом JavaScript, который выдает и Google Аналитик, но только, конечно, у него есть некоторые отличия. Тем не менее, по своей сути, размещение кода Яндекс.Метрики и кода Google Аналитики, они не отличаются. Таким образом, если у кого-то есть зарегистрированный аккаунт в Метрике, и он может взять оттуда счетчик, код счетчика, его достаточно будет просто разместить сразу после кода Google Аналитики или перед кодом Google Аналитики, существенной разницы нет, так, чтобы они только не пересекались, шли один за другим. Затем весь этот блог нам понадобится разместить на страницах нашего блога. Ну, может быть и не блога. Сейчас на WordPress популярно делать и интернет-магазины, и разные другие форматы интернет-ресурсов. Не суть важна в данном случае, поскольку принципы работы системы CMS WordPress одни. А именно, в первую очередь, что нам нужно знать? Что в WordPress используют для визуализации представления наших страниц так называемые темы. Темы — это наборы файлов папочек, специально собранных таким образом, чтобы отвечать за то, как будет визуально представляться наша страница, каждая страница нашего сайта. Тема — это набор шаблонов страниц. Из этих наборов шаблонов фактически CMS собирает итоговые страницы, которые будет в дальнейшем видеть наш посетитель. Очень важный момент, связанный с тем, что темы могут быть системные, либо темы могут быть использованы в WordPress. Какие-то дефолтные, скачанные, например, с самого сайта WordPress. В этом случае может произойти ситуация, когда тема может быть обновляемой. Например, системная тема 2011, 2015 — последняя, соответственно, 2015 года тема, например, и другие. Если вдруг вы будете использовать какие-то из этих тем, то вам необходимо будет выполнить копирование, создание копии данной темы. Для чего? Для того, чтобы каждый раз, когда по каким-то причинам произойдет обновление системной темы, у вас не затирались, не исчезали коды отслеживания. Ибо при обновлении тем, неважно, системные они, или это какие-то темы, скачанные с самого WordPress или с каких-то других источников, если они могут быть обновлены, то они, соответственно, при обновлении полностью перезатирают все содержимое макетов страниц. И вся работа, которую я дальше буду показывать, то есть размещение кода-счетчика, она просто будет утеряна. И если вы не отследите этот момент, то есть произошло обновление, вы его не заметили, через какое-то время вы его заметите в отчетах вашей аналитики, каким образом? Ваш трафик просто упадет в ноль. То есть вы вдруг увидите, что данные собираться перестали. Когда вы спохватитесь, хорошо, если быстро, иногда это бывает через неделю, когда вы заново установите все счетчики, пройдет еще какое-то время, и в итоге вы можете просто потерять несколько дней, иногда недель, данных вашего трафика. Это очень неприятная вещь, поэтому любая тема должна быть, если она, опять же, системная или какая-то скачанная, обновляемая, она должна быть задублирована. К сожалению, это выходит за рамки нашей темы непосредственно аналитики, «Как создавать дубли тем», это подробнее нам, наверное, расскажут на курсе по администрированию Wordpress. У нас есть такой курс, возможно, преподаватели этого курса также проводят семинары, и с ними можно это обсудить, я думаю, будет. Или просто поищите в интернете эту тему, она очень-очень популярна. То есть, если у вас есть какая-то тема, например, 2012 1.6 версия, 1.7 у меня версия хранится, и так далее. То есть, созданы копии тем, и одна из них используется на сайте, и в ней изменены определенные параметры таким образом, чтобы она перестала быть системной и перестала обновляться в момент апдейта. Если вдруг выходит новое обновление, то вы можете вручную тогда перенести все изменения, которые вы внесли в тему, в новую тему, желательно, опять же, создав ее копию, и при этом не потерять в итоге какие-то собираемые данные на каком-то интервале. Это, наверняка, думаю, самая важная часть, особенно, еще раз повторюсь, она касается тех, у кого используются темы либо сайта WordPress, либо системные. Тем же, у кого темы кастомные, созданные непосредственно строго под ваш сайт, которые не обновляются автоматически, для таких владельцев сайтов, конечно, это проблемой не является. Поэтому переходим к следующему моменту, каким образом мы можем внести наш код в тему. Поскольку разместить код нужно таким образом, чтобы он оказался на каждой странице нашего сайта, чтобы это произошло автоматически, чтобы нам не пришлось вручную каким-то образом размещать этот код на каждой странице, мы можем просто добавить его один раз в шаблон, поскольку любая страница нашего сайта формируется всегда из шаблона, то сделать это как раз проще через редактирование шаблона. В WordPress для этих целей есть редактор. Переключусь в него. Редактор предлагает нам, сразу же открывает для редактирования, любые файлы, из которых состоит наш шаблон, включая стили. Нас в целях аналитики будет интересовать только два файла, а еще более точнее даже один основной. Это файлы, которые отвечают за шапку и за подвал наших макетов. Файлы эти, логично предположить, называются подвал, собственно, футер PHP и хедер PHP или заголовок, или шапка по-русски. В первую очередь рассмотрим возможность размещения кода в заголовке. Дело в том, что заголовок сайта в большинстве случаев отвечает за блок, который начинается с доктайпа, то есть с определения самого HTML формата и до первых начальных тегов блока body, как вы видите здесь. Иногда он захватывает несколько больше, то есть включает в себя какие-то еще дополнительные элементы из блока body, но чаще всего это, собственно, доктайп, HTML и блок head и немного из блока body. В настоящий момент все коды отслеживания рекомендуется размещать в начале, сразу после открывающего тега body. Об этом говорят и сами разработчики инструментов аналитики. Об этом говорит и логика использования. Однако часто возникает вопрос, встречается такой вопрос, не будет ли код аналитики, особенно если их два, например, а иногда их бывает еще больше, не будут ли они грузить наши страницы или какие-то негативные, создавать эффекты с точки зрения скорости отрисовки страниц и так далее. Современные коды аналитики, являясь джаваскриптами, по логике веб-разработки, конечно же, должны располагаться сразу перед закрывающим тегом body, то есть в самом-самом низу, в самом подвале. Именно поэтому я упомянул файл, который называется подвал-футер. Однако, с точки зрения именно эргономики, с точки зрения правильной подгрузки джаваскриптов, да, действительно, их минимизации нагрузки на, соответственно, страницу при открытии страницы, при отрисовке страницы, располагать их было бы логичнее действительно в подвале. Это говорит и Google, инструмент для веб-мастеров и так далее. Но при этом одновременно, когда мы говорим о счетчиках, возникает и негативный момент такого подхода. Если счетчик располагается слишком низко, в самом низу страницы, в самом подвале, возникает вероятность того, что при определенных обстоятельствах код счетчика может не успевать отработаться, загрузиться. При открытии страницы, например, пользователь успел увидеть верхнюю шапку, ему этого хватило, чтобы он щелкнул по какой-нибудь ссылке и он перешел на другую страницу, в то время как вторая половина страницы даже еще не успела загрузиться. В этом случае мы не получаем данные о хите. То есть данные об этом пользователе, они просто переданы не будут. То есть таким образом мы, опять же, это теоретически, и это не сильно, конечно, влияет на реальную практическую ценность собираемых данных, но тем не менее. Более гарантированно сбор данных мы можем получить только в том случае, если сам счетчик располагается максимально выше по коду. В этой связи мы как бы идем на компромисс. Мы располагаем его сразу за открывающим тегом body, понимая, что с точки зрения определенных правил производительности расположения элементов на странице, мы должны бы его размещать в подвале, но тем не менее для точности аналитики мы все-таки стараемся это сделать, расположить код максимально выше. Итак, в моем случае, в моем конкретном шаблоне, мне достаточно найти открывающий тег body, он у меня вот. И сразу, как только этот открывающий тег body завершен, имеется в виду сам тег body, я после него могу добавлять включение моих джаваскриптов. В данном конкретном примере у меня уже расположен код Google Tag Manager. Это один из мощнейших инструментов в Google Аналитике. мы его сегодня затрагивать не будем. Он у нас рассматривается в курсе, который у нас сейчас находится в состоянии подготовки. Это продвинутая аналитика. Он будет продолжением того курса, о котором я уже упоминал, который называется сейчас Google Universal и Яндекс.Метрика. пока еще он у нас в этапе разработки. Познакомить с Tag Manager очень хотелось бы нашу аудиторию, но тем не менее пока еще он просто, это очень объемный материал, он пока не входит у нас в основной курс. Далее, соответственно, вот пример, который здесь у меня есть. Это код счетчика самой Яндекс.Метрики. Если бы вы его скопировали из вашего аккаунта, то у вас получился примерно вот такой бы материал. Я могу сократить вот эти вот пропуски. Здесь не могу сократить немножко. В остальном менять ничего в коде, конечно, нежелательно. Яндекс.Метрика. Выбран режим ее в строку. Когда вы заходите в аккаунт Яндекс.Метрики, там есть такая опция, когда вы копируете счетчик. И, по сути дела, вот это два скрипта. Один из них, вот это вот все комментарий. Хотите, можете его просто убрать, и вы увидите, что это точно такой же абсолютно JavaScript. В том смысле, что он не точно такой же, а он просто тоже является JavaScript. Отличие только в том, что в метрике код состоит из двух частей. Первая часть как раз скриптовая. И вторая часть, но скрипт, которая является неотъемлемой, обязательной частью самого счетчика, но она следует за основной частью скриптовой. Собственно, по факту получается, что у вас есть один скрипт, второй скрипт, и третий не скрипт. Вот эти три блока и требуется разместить в месте, которое сразу же начинается за тегом body. То есть, достаточно скопировать имеющийся у вас код и вставить его между body, как это было вот у меня. И дальше, следом за body начинался еще один div. Вот он идет, div id. Этот div уже непосредственно открывает содержимое самого body. Первый div в блоке body. И таким образом мой код, он просто вставляется между первым divом и между самим тегом body. Желательно, конечно же, при выполнении этих операций ничего не повредить. То есть, не залезть в код непосредственно, тот, который вы имеете здесь. То есть, никаким образом его не повредить. для этих целей, для того, чтобы вы имели всегда резервную копию, вы можете перед тем, как будете вносить все изменения, выделить содержимое всего этого окна, скопировать его и просто сохранить себе исходную версию этого кода где-нибудь в каком-нибудь редакторе. Если вдруг по каким-то причинам что-то вы сделаете неверно, если что-то произойдет с шаблоном, то вы всегда сможете восстановить содержимое этого файла из этой резервной копии. Все. Остается, соответственно, добавить код непосредственно в сразу за открывающим тегом body и перед первым открывающим divом или другим каким-то тегом, который у вас будет уже значим. И сохранить файл, нажать кнопочку обновить. Я сейчас не буду этого делать, у меня все уже сохранено здесь, поэтому сразу после обновления файла получится автоматически получится то, что у вас вот этот код, который вы добавили, появится на каждой странице вашего сайта. Останется только проверить, действительно ли это произошло. Достаточно открыть ваш сайт, выбрать любую страницу, какая вам интересна, и просто посмотреть на исходный код этой страницы. В моем случае, вот я открыл исходный код страницы одной из страниц своего сайта, ищу открывающий тег body, вот он начинается у меня, сразу за открывающим тегом body начинается тот код, в данном случае это Google Tag Manager, и это код Яндекс метрики, который завершается у меня собственно в одну строку он сделан, очень длинный там, завершается он вот там, вот тут в конце. Все, соответственно, таким образом я могу легко проверить корректность размещения кода, если вы видите, что код оказался там, где нужно, что ничего при этом не поломалось, сама страница шаблон страниц отображается корректно, значит все окей, вы выполнили вашу работу правильно, и остается собственно закрыть редактор вашего шаблона, но при этом необходимо вспомнить еще об одном моменте, который является очень распространенной причиной того, что данные в аналитике оказываются абсолютно некорректными или некорректными наполовину или что-нибудь в этом роде. Это ситуация, когда у вас на сайте вместо одного шаблона используется два, а иногда бывает так, что их три, иногда бывает так, что их четыре и так далее. Почему такое происходит? В некоторых случаях на некоторых сайтах может быть ситуация следующая. Один из разделов, например, для того, чтобы его выделить каким-то образом, отделить от остальных разделов, может работать с одним шаблоном, другой раздел может работать с другим шаблоном. Иногда бывает так, что авторизованные пользователи видят один вариант дизайна, не авторизованный другой вариант дизайна, то есть для этого используется другой шаблон и так далее. В некоторых случаях, особенно если у вас кастомный сайт, убедитесь, что у вас используется один шаблон, не несколько одновременно. Как это сделать? Опять же, в разных случаях по-разному реализуется эта функция, лучше обратиться к разработчикам, если вы сам разработчик, то вы, конечно, будете это знать. И тогда, если вдруг на вашем сайте одновременно используется не один, а несколько шаблонов, тогда вам нужно будет не забыть разместить этот код на, соответственно, двух шаблонах. То есть тогда нужно будет открыть для редактирования шаблон другой, соответственно, также найти там файл хедер и добавить ваш код отслеживания внутрь этого шаблона, если вы собираетесь отслеживать статистику по посещениям страниц, за которые отвечает этот шаблон. В некоторых случаях еще один нюанс, который также особенно в WordPress, но и в других CMS-ках тоже часто встречается, это 404-я страница. В некоторых случаях эта страница формируется совершенно отдельно, не по принципам формирования основного шаблона. В моем случае это не так, в моем случае она формируется стандартно. То есть для ее формирования используется стандартный хедер самой темы, также footer соответственно подключается. То есть этот файл он формируется дефолтным способом из файлов самого шаблона и в этом случае мне ничего делать дополнительно с этим файлом не нужно. Но в некоторых случаях этот файл бывает абсолютно обособленный. Он формируется совершенно отдельно, он имеет отдельный дизайн, отдельную шапку, отдельную подвал. вы все это увидите если вы откроете для редактирования этот файл. В этом случае вам нужно не забыть разместить код счетчика дополнительно еще также и в этот файл. Зачем это нужно мы подробно будем говорить непосредственно на курсе. Это очень и очень дает много возможностей по аналитике дополнительных. некорректное размещение кода отслеживания на файле с несуществующей страницей лишает вас очень многих преимуществ аналитики. Проверить работу с этим файлом можно с помощью допустим попытавшись запросить какую-нибудь несуществующую страницу у вас на сайте. убедившись что это именно та страница 404 ошибки в моем случае она выглядит вот так вот здесь вот я вижу тот текст который отображается пользователем в моем случае его надо было бы перевести ну можно его перевести примерно так обновить файл посмотрим как будет выглядеть теперь 404 да попробуйте поискать здесь надо убрать потому что дальше это предлагается и без и без меня оставить вот таким образом вот основные моменты связанные с размещением кодов счетчики аналитики непосредственно на вордпрессе на этом основная часть закончена если вы выполнили все что было сказано чуть выше действительно корректно у вас один шаблон вы разместили в нем код вы добавили код на страницу 404 и убедились что он там есть вот в моем случае это моя страница 404 открываю исходный код и вижу что она формируется по тем же принципам что и остальные страницы то есть здесь есть также счетчики и метрики есть также счетчик гугл аналитики в моем случае тег менеджера то значит все хорошо с большой долей вероятности в отчетах гугл аналитики вы сможете практически сразу если у вас есть реальные посетители на сайте в отчетах в режиме реального времени видеть собираются ли у вас данные вот мой заход на сайт 10 минут назад как вы видите он зафиксирован соответственно это означает что счетчик работает код собирается код собирает данные на этом свою вводную часть я хочу завершить благодарю за внимание к этой части соответственно я готов ответить на вопросы если они есть сделаем буквально минуту перерыва и сразу после этого минутного перерыва мы продолжим с ответов на вопрос если есть вопросы готов на них ответить запись этого вебинара мы постараемся выложить чуть попозже для тех кому захочется вернуться и возможно пересмотреть эту некую инструкцию будет она размещена там же на странице видео преподавателя Васин Яков Михайлович рядом с аналитикой интернет проектов будет еще одно видео напомню в аналитике интернет проектов я рассказывал о том как корректно установить счетчики для битрикса соответственно здесь в этом занятии мы рассмотрели правильное 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 размещение кода отслеживания Яндекс Метри аналитики на сайте на базе WordPress также еще разок напомню что курс по аналитике у нас будет там несколько свободных мест еще осталось курс этот идет у нас редко довольно а также приглашаем кому это интересно на другие курсы нашего центра это на курсы по SEO курсы по Яндекс Директу курсы по управлению проектами по AdWords по Директу благодарю всех слушателей спасибо большое все кто были с нами ждем вас на наших других семинарах ждем вас на соответственно наших курсах всего доброго самых наилучших пожеланий